В эфире телеканала ЛРТ программа «Открытый диалог» в студии Елены Кирсанова. Здравствуйте! Сегодня в гостях нашей студии первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Владимир Михайлович! Сегодня мы будем с вами разговаривать об образовании в нашем округе. Оно у нас на хорошем высоком уровне, только что закончился учебный год. Расскажите, пожалуйста, с какими успехами ученики и учителя завершили этот год? Елена, в этом году более 1200 учеников окончили 11 классы, более 3000 окончили 9 классы. Конечно же, это серьезная работа, серьезная нагрузка для педагогов ЕГЭ. Тем не менее, хочу озвучить сразу цифры по ЕГЭ, они очень серьезные. И в этом году 15 наших учеников окончили ЕГЭ с высшим баллом. Это тоже достижение очень серьезное. Конечно же, уровень образования Люберецкого округа всегда занимал достойное место. И этот год не стал чем-то особенным. Это планка, которую необходимо держать. Конечно же, мы очень благодарны учителям, которые на протяжении всего года очень достойно передают свой опыт ученикам. И, конечно же, те результаты, о которых я сказал, это результат общей работы. И, конечно же, родители, которые каждый день с своими детьми проходят так же курс обучения, можно сказать. И сегодня уже можно подводить итоги. Ну, конечно, образование детей – это комплексный подход, когда ребята сами занимаются, учителя помогают неравнодушно, и родители тоже активно участвуют в школьных делах ребенка. У нас еще очень много детей принимают участие в Олимпиадах. И в этом году даже Люберцы вошли в топ-3 по области. Расскажите, пожалуйста, об этом. Какое значение вообще имеют вот такие Олимпиады школьные в жизни ребят? И по каким предметам ребята принимали участие в Олимпиадах? В Олимпиадах действительно мы вошли в тройку городов, городов Московской области. Ну, это также очень серьезный показатель. И самое главное, что Олимпиада дает определенный задел, багаж опыта, багаж баллов, которые можно впоследствии использовать при поступлении в высшее учебное заведение. Это очень важно. И мы часто общаемся с родителями, с детьми на эту тему. И есть ребята, которые это понимали изначально, принимали активное участие. Есть те, кто упустил время, конечно же, об этом сейчас жалеют. Но год от года показатель участников растет. И вот в этом году мы вошли благодаря такому большому количеству наших школьников, учеников, и заняли третье место. Это очень серьезно. Как любой, это очень, конечно, это большой такой показатель, серьезный. Это большая гордость для нашего округа. Ну и как любое соревнование, важно готовиться к нему, потому что большое количество знаний ребенок получает, пока он готовится к этой Олимпиаде. Как у нас укомплектован штат учителей? Как с этим дело обстоит? Насколько к нам учителя с удовольствием идут в округ? Может быть, кого-то не хватает? У нас есть возможность пригласить учителей к нам работать? Знаете, у нас очень хороший процент укомплектованности учителями учебных заведений. Процент этот 98%. Всего лишь 2% нам не хватает для того, чтобы на 100% закрыть. Но, наверное, это сделать фактически невозможно, потому что всегда есть текучка. Есть определенные трудности и с педагогами начальной школы. Есть трудности, связанные с педагогами математики. Преподавателями разного рода. Конечно же, все директора школ ищут возможность привлечь новые кадры. Особенно, конечно же, мы заинтересованы в молодых педагогах, выпускниках, потому что глаза горят они, стараются. У них все время много идей. И работа эта не останавливается ни на один день. Поэтому всегда будет, скажем так, определенная проблема в том или ином учебном заведении. Но, конечно же, задача руководителя найти и на 100% укомплектовать, заинтересовать своих сотрудников, своих учителей для того, чтобы они пришли работать. Но не нужно забывать и о том, конечно же, что Люберцы являются приграничным городом к Москве. И порой одна школа наша, Люберецкая от Московской, находится на расстоянии перехода пешеходного с одной дороги на другую. И поэтому, конечно же, многие, есть такие, точнее, не многие, а такие случаи встречаются, что педагоги переходят в новые школы, уходят от нас. Но это жизнь, от этого никуда не деться. Но еще раз подчеркну, что уровень образования Люберецкого, Люберецкого округа на очень достойном, хорошем уровне. Поэтому цифры говорят сами за себя, которые мы сейчас с вами обсуждали. Если сейчас нас слушают студенты, выпускники педагогических вузов, куда можно обратиться, чтобы работать в школах Люберецкого округа? В управлении образования, на сайт администрации, абсолютно по любому адресу могут обратиться. И мы будем заинтересованы в новых кадрах. Если человек без опыта, насколько получится у него устроиться сразу? Все-таки с опытом хочется всегда взять человека? Без опыта такого человека быть не может. В любом случае, институт закончил, есть диплом, а дальше уже желание. И, соответственно, когда придет на собеседование, тогда и будут делаться определенные выводы. Вот по поводу мотивации педагогов тоже хотелось бы отдельно поговорить. Какую поддержку оказывает государство, округ преподавателям? Если человек талантливый, на самом деле глаза горят, дети за ним тянутся, может ли как-то государство, округ помочь этому человеку? У нас на самом деле очень много мер поддержки. Необходимо прийти, ознакомиться с ними. И, конечно же, мы всегда будем искать возможности привлечения кадров, которые не имеют на территории округа жилья. Мы будем изыскивать возможности, в том числе решения таких вопросов. Ну и ряд мер поддержки, которые необходимо, еще раз повторюсь, при поступлении на работу уже озвучить, какие необходимо подобрать статьи, для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Индивидуальный подход. Конечно, индивидуальный подход очень важен. Еще такой важный момент – вторая смена. До сих пор есть пока в Люберцах школа, где действует вторая смена. Для родителей, конечно, это не очень удобно. И детям бывает тяжело учиться. Скажите, пожалуйста, есть ведь разные способы эту вторую смену исключить, чтобы не было ее. Каким образом проводятся работы в округе, чтобы второй смены не было, чтобы все дети учились с утра? Конечно же, вторая смена по количеству учеников снижается. Количество учеников, обучающихся именно в две смены. Но для того, чтобы решить эту проблему, есть один самый надежный способ, которым на протяжении системно каждого года, каждого дня занимается и блок строительный в округе, и все, кто так или иначе отвечает за этот вопрос – это строительство школ. Мы на этом месте не стоим. Мы развиваемся. На данный момент, как пример, заложено и начато строительство новой школы в Красково на 1100 мест. Это очень серьезный объект. Самое главное, что он будет построен за один год. Буквально 2-3 недели назад приступили только к освоению котлована, строительству. И 1 сентября 2023 года эта школа распахнет свои двери для того, чтобы уже ученики пошли в новый объект, современный, оборудованный по последнему тренду образования. Это будет действительно такой очень интересный объект. Но школы в Люберецком округе строятся регулярно. То есть фактически либо каждый год, либо через год объекты вводятся. Работа эта не останавливается. И как только начинается новое строительство на другой территории, в другой части города, также прорабатывается и вопрос следующего объекта. А это в первую очередь необходимо разработать проект, пройти экспертизу, получить положительное заключение, разрешение на строительство. И у нас план таких объектов сверстан на несколько лет вперед. Поэтому, конечно же, ни в коем случае мы не остановимся на одном объекте, а будем идти к реализации для того, чтобы как раз-таки уйти от второй смены. Только при реализации новых объектов. В летнее время все дети отдыхают. Взрослые в это время как раз активно работают для того, чтобы подготовиться к 1 сентября. Вот мы с вами сейчас поговорили о том, какие школы строятся, но также ведь много работы проводится и по ремонту действующих школ. Расскажите, пожалуйста, какие работы проводятся, может быть, какое-то оборудование буду закупать. Что сейчас происходит в школе? Сейчас ведется очень серьезная работа по ремонту и капитальному ремонту, я сейчас назову в каких объектах, и по косметическому ремонту, оборудование, замена коммуникаций, косметические и так далее. Два самых серьезных объекта – это первая гимназия и шестая школа, в которых полностью идет капитальный ремонт, замена кровли, замена всех коммуникаций, перекрытий. Абсолютно с нуля фактически создаются новые учебные классы, спортивные залы. Меняется все. Там фактически оставляли только четыре стены. Задача эти объекты – отремонтировать и сдать к 1 сентября, уже именно с оборудованием, чтобы 1 сентября дети пошли в школу. На данный момент подрядная организация проводит работы, не отставая от графика, даже по каким-то видам работ идет легкое опережение. То есть у нас все основания верить подрядной организации, что она закончит вовремя ремонтные работы. Но помимо этого процедура приобретения оборудования – это парты, доски интерактивные, специальное учебное оборудование, также производится закупка. То есть все эти работы должны быть синхронизированы. У нас также идет капитальный ремонт детского сада в поселке Октябрьский. Абсолютно такая же работа капитальная. Это и кровля, это и коммуникация, это и полный ремонт, полная замена оборудования. Поэтому объекты получат такое второе дыхание, новую жизнь. Но помимо таких серьезных работ на 37 объектах образования в других школах, я всех не смогу назвать это, если интересует информация, необходимо зайти. Можно посмотреть на сайте. Конечно, на сайте администрации. На 37 объектах идет работа по частичной замене коммуникации, косметике, ремонту кровель. Большой перечень больших работ. Поэтому на эти работы направлено средство в размере более 160 миллионов рублей. Поэтому работа идет. Летний период позволяет, пока все находятся на каникулах, активно проводить такого рода работы. И к первому сентября все наши объекты, все школы должны быть сданы. И вы следите за этим, правильно? Вы инспектируете регулярно работу всех подрядных организаций. Поэтому никто расслабляться не собирается. Ни в коем случае. На каждом объекте у нас находятся наши представители, техзаказчики, стройнадзоры. Поэтому абсолютно все работы должны быть выполнены. Но не то, что в срок. Самое главное, с качеством. Если будут выполнены некачественно, работу так и принимать никто не будет. Мы продолжим наш разговор через одну минуту. Оставайтесь с нами. Открытый диалог на телеканале ЛРТ. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии первый заместитель главы администрации городского округа Люберти Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, мы с вами говорим о образовании и цифровое образование. Сейчас ведь очень большая идет цифровизация, обучение. Дети постоянно и так в компьютерах. И получается, что задания в школах им тоже задают на компьютерах. С одной стороны, 21 век диктует свои правила. С другой стороны, дети могут совсем забыть книжки. Как вы считаете, цифровое образование, плюсы и минусы на эту тему? Можем порассуждать? Конечно. Цифровое образование и вообще цифра – это уже наша жизнь. И от нее никуда не деться. Телефоны, планшеты, компьютеры вошли в нашу жизнь неотъемлемо. Есть же даже страны, которые уже отказываются от бумаги, такие как Южная Корея. И в школе фактически дети писать не умеют, пользуются. Это, конечно, перебор абсолютно точно. У нас такой практики нет, но без компьютеров, без интерактивных досок, без робототехники жизнь в будущем, она не имеет никаких перспектив. Поэтому наши дети должны уметь обращаться с техникой, должны понимать, чем быстрее они освоят ее, тем больше будет объем информации, которую они смогут воспринять. Поэтому это естественно и это правильно. И все новые школы, которые проходят стадию строительства, либо как у нас первая и шестая школы, капитальный ремонт уже наполняются и абсолютно другим оборудованием. Это же современные классы. Если это даже берем, к примеру, трудовые классы для мальчиков, то станки уже с блоками ЧПУ. Это уже робототехника, это уже 3D-моделирование и станки, это везде компьютеры. Если это девочки, то же самое, это уже и швейные машинки, в том числе уже компьютеризированные. То есть это уже все в школе, мы с вами такого и представить не могли еще, когда мы учились. Поэтому, конечно же, они будут на другом уровне и, соответственно, изобретать в своей жизни уже другие и материалы, и кто-то будет писать программы. Как раз таки именно из-за того, что все это с детства начинается. Если баланс соблюдать, то, наверное, здесь уже родители могут присоединиться. Вот вы, многодетный отец, у вас трое детей. Ваши дети читают книги дома? Младшие, старшие уже в институте, поэтому, конечно же, они без конца читают книги. Именно книги, это не компьютер, я имею в виду, бумажные носители. Конечно же, дети в большей степени читают, даже читают сейчас на компьютере, на планшете. Что младшие читают, младшие как раз таки, ну, фактически они только изучают еще грамматику. Все, что связано с играми, с таким свободным времяпровождением, это игры. Игры в основном сейчас интуитивные, это также и касание с экраном, какие-то такие алгоритмы, понятные, которые нужно разгадать. Даже порой ты не можешь открыть какую-то программу, пока не выполнишь определенные действия. Настолько сейчас все переплетено, но без книги, без изучения классики, без души, человек абсолютно точно будет неполноценен, если он будет пользоваться только электронными носителями, не читать книги, конечно же, это обязательная программа. И я считаю, что определенный набор литературы, конечно же, каждый человек должен прочитать. В бумажном виде. В бумажном, чтобы именно было касание рук, пальцев. Потому что там есть душа, как вы сказали. Почти год назад в Московской области запустили проект «Флагманские школы». Расскажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, что такое флагманская школа? И чем она отличается от других школ? У нас в округе какая школа флагманская? У нас 16-я школа является таковой флагманской. Проект, о котором вы сказали, запустил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. И, конечно же, это лучшая школа, которая находится на территории округа. Наша школа вошла в топ-100 школ в Московской области. Занимаем мы 20-е место. Это очень высокий уровень. И, конечно же, это школа, где постоянно внедряются какие-то новые методики обучения. Оборудована немножко она, наверное, получше, чем другие школы. Для того, чтобы попасть в этот список школ, конечно же, необходим набор функций, критериев, оценочных, рейтинговых. Владимир Михайлович, сейчас продолжается набор первоклассников. Родители могут подать документы. Расскажите, пожалуйста, каков алгоритм подачи документов в школу? Куда подавать? Там, где живешь или туда, где хочется? Ну, конечно же, правильно подать документы там, где живешь. Но разные ситуации бывают семейные. И с 6 июля началась вторая волна подачи документов. Сейчас можно подать в школу, которая не находится рядом с домом. Для этого необходимо подать документы на сайт госуслуг и дождаться решения. Ну, вообще, не просто так придумали подавать документы по месту жительства. Идти маленькому ребенку легче добираться туда, где он живет. А вот старшая школа, наверное, уже не имеет смысла подумать, когда документы подавать дальше. Конечно, это право уже родителей, самого ребенка. Но как раз сейчас открылась такая возможность, можно подать в школу не по месту проживания. Сейчас к нам ведь приехали люди из Донецкой республики, из Донецка и Луганска. Там тоже есть дети среди этих семей. Если они приходят в школу подавать документы, документов... Владимир Михайлович, летом дети отдыхают по-разному. Кто-то уезжает на море, кто-то едет в деревню, а кто-то остается в округе. И задача администрации сделать так, чтобы детям, которые остались в Люберцах, было интересно, полезно проводить лето. Расскажите, пожалуйста, вот младшие школьники, старшие, как они могут провести время здесь? Вы очень интересный вопрос задали. Сейчас на территории округа в этом году впервые применяется такой проект, как «Умные каникулы». В самой школе организованы разные абсолютно площадки по разному возрасту, по классам, по интересам. Это и увлекательные уроки, это и спортивные занятия, это и трудовые. Но помимо того, что «Умные каникулы» работают на территории именно учебного образования, здесь еще также трудовые лагеря, и можно принять участие и поработать. Еще и денежку заработать. Деньги заработать и пообщаться с верстниками, и сделать, конечно, полезное для округа. Вот как вы видите современных детей? Вот школьник, вы же много ездите по школам, вы общаетесь с ребятами. Вот если сделать такой собирательный портрет современного школьника, какие они, современные дети? Я много видел школьников, студентов за последние годы работы. И, конечно же, это абсолютно коммуникабельные, это абсолютно раскованные, общающиеся на любые темы, чувствующие себя где-то на равных с взрослыми, потому что объем информации, а какая-то информация, что касаемо электронных систем, компьютеров, планшетов, это абсолютно точно уже и опережающее многих взрослых по использованию гаджетов. Это дети, которые умеют и знают, что такое, умеют пользоваться, и знают не понаслышке, а уже по своим определенным наработкам знают, что такое робототехника. Конечно же, это наше будущее, без лишних слов. Я абсолютно уверен в то, что нужно вкладывать, инвестировать. В основном это на первом месте должно стоять образование, потому что что мы вложим, то мы и получим. Если мы хотим, чтобы наши города, наша страна развивалась, шла впереди и была на определенном технологическом уровне, конечно же, без инвестиций в образование, в детей, мы никуда не продвинемся. Поэтому дети современные, современный ученик – это человек, который общается на равных абсолютно со всеми, это человек современный, который умеет, знает, как пользоваться электроникой, это человек, который генерирует идеи. И благодаря все-таки тем же электронным системам сейчас настолько упростилось общение. Общение, если раньше мы, говорим откровенно, в основном, наверное, 90% уделяли так называемое оффлайн-общению, нужно было встретиться, какие-то мероприятия провести, то вот последние годы, два года нам показали, что для того, чтобы организовать открытую сессию, условно говоря, в какой-то из платформ электронных, необходимо только желание, и за пять минут можно собрать огромное количество участников и говорить абсолютно на разные темы. Это вот как раз современный ученик, современный студент, современный человек, который идет вперед, на мой взгляд. Человек, у которого есть будущее. Абсолютно точно. У нас у всех будет будущее с такими современными людьми, учениками, студентами. На самом деле очень приятно видеть умных ребят, которые чего-то хотят в этой жизни, чего-то добиваются. Сейчас есть возможность обратиться к нашим школьникам, к родителям с какими-то пожеланиями. Самое главное пожелание, и, конечно же, в конце учебного года, когда уже можно подвести черту, хочется пожелать всем добиться тех целей, которые они перед собой поставили, оставаться всегда людьми грамотными, добрыми, стремящимися достичь всех максимальных целей, потому что молодежи, они порой такие амбициозные, что и представить нельзя. Вот мне хочется, чтобы каждый молодой человек, девушка добились того, что они, какую цель они перед собой ставят, при этом не забывали ни в коем случае о своих педагогах, чтобы всегда возвращались в те школы, в которых они учились, и где они получили азы знаний, чтобы они с уважением относились к учителям, не забывали говорить спасибо своим родителям и, конечно же, поступили в те учебные заведения, в которые они планируют. Это, конечно же, для старших классов пожелание. Ну а младшим, начальной школе, средним классам, чтобы за лето набрались энергии позитивные, чтобы 1 сентября пошли в школу для того, чтобы догонять своих старших товарищей, учеников, и также получать максимальные баллы по ЕГЭ и поступать в высшие учебные заведения, чтобы получать образование и применять его на благо нашего городского округа. И жить счастливыми людьми. Конечно, быть абсолютно счастливыми. Владимир Михайлович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Все ваши пожелания детям помогут исполнить, конечно же, взрослые и администрация. Напоминаю, в студии сегодня нашей программы был первый заместитель главы городского округа Люберцы Владимир Михайлович Полков. Всего доброго. Оставайтесь на телеканале ЛРТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!